И снова здравствуйте, всем привет! Итак, в этом ролике хотелось бы ответить на вопрос, можно ли, вот допустим, имея риг какой-нибудь, вот Миксамовский или другой, или чей-то риг, значит с анимацией подставить к своему персонажу. В принципе, варианты есть, да? Но желательно работать именно, если вы делаете свой проект, то работайте с одним ригом. Ну, допустим, вот если вы начали работать с Миксамовским, вот я эту анимацию делал именно ригом Миксама. Но анимация моя, вот эта, ссылку в описании кинул, если кому интересно, посмотрите, как это все делалось. Допустим, вот сложная такая штука, да, имея персонажа, допустим, вот полного, допустим, он толстый, здесь у него лицо тоже толстое, и пристаропить, допустим, его к худому. Для этого нам нужно понять, в какой изначальной позе, значит, вот этот наш персонаж. Здесь вот он делает замах. Выбираем кости английская А и английская А. Выбираем в таймлайне G. Вот таким образом прописываем этого персонажа. Сначала А, Альт, G, Альт, R и Альт, S, если у вас изменялись размеры костей каких-то, да. Так, теперь это дело надо прописать. И нажимаем, у нас прописывается вот этот кадр. Нам, допустим, такого не надо. Значит, делаем Ctrl-Z. Я хочу по-другому привязать, и чтобы у меня появилось окошко, я отключаю здесь вот. Именно он стоит только на локации, ротация. Всё, теперь я нажимаю И. У меня высвечивается, я могу разные использовать именно варианты анимации. LockRot я просто выбираю. Я прописал это дело. И смотрите, заходим в ObjectMod. Давайте удалим, допустим, топор мне не понадобится. Delete. Шапку я хочу тоже удалить. И какая штука. Здесь у нас персонаж сам. Он уже прописан в модификаторах. Если я не применю к этому персонажу, допустим, модификатор. И вы видите, в какой он позе изначальный. Ну, как-то так объясняю, наверное. Так, теперь Ctrl-Z. Значит, у нас персонаж следующий, которого мы будем к этому ригу присобачивать, должен быть именно в этой, вот в такой же позе. Значит, если у вас есть на другом персонаже какой-то риг, желательно подставить к этому персонажу и просто изменить позу тому персонажу, именно вот, чтобы руки у него стояли здесь, вот где-то приблизительно хотя бы, ну, в такой вот позе. Тогда применяем файл Apply к нашему персонажу эту позу и потом удаляем тот риг, а этот риг надо будет присобачить. Вот такая штука. Так. Ну, здесь у нас есть анимация. Этому ригу мы ничего не отключаем, не доделываем, а удаляем, значит, нашего персонажа. Так. Изначально давайте закинем, наверное, файл Import FBX какого-нибудь, значит, нашего персонажа, на который надо это всё дело присобачить. Это у меня вот будет Robinson Crusoe. Он, видите, у меня большего размера. Также у него присутствуют зубы, глаза. Если вы будете менять, допустим, и глаза, и зубы, то их лучше оставлять, а удалить у этого персонажа именно зубы и глаза. Так. Это я удалю. Так. Что ещё я хотел попробовать? Здесь у меня получается файл image.findmessing и, допустим, где у него тут, значит, в другом месте у меня находятся его, значит, текстуры в папке с проектом. Я их не вытащил и, в принципе, тогда давайте так просто смотреть. Так. Тут ещё сапоги у него отдельные. Так. Тут ещё у него, по-моему, майка. Да. Ну, вот делаем теперь привязку с это режим к 3D курсору, чтобы он уменьшался именно симметрично, не уходил ни вбок, ни влево, ни вправо. И смотрите. Вы видите, что руки у него стоят иначе. Вот они. Значит, если сейчас мы подставим этот риг, то у него руки не будут адекватно работать. В отличие, допустим, от ног. Вот. Ноги, возможно, будут работать нормально, но они, видите, тоже вывернуты. И у этого персонажа ноги больше, видите, ноги больше, чем, допустим, у нашего, у этого персонажа. Получается, если сейчас мы привяжем эти кости к персонажу, то у нас будут работать неадекватно руки и будут работать неадекватно ноги. Ноги будут растянуты именно под размер вот этих костей. Вот в этом есть, значит, загвоздка. В этом будет весь косяк. Кости нужно будет уменьшить до такого размера. Именно, чтобы вот эти, где находятся вот эти, как же вам объяснить. Давайте выберем риг, зайдем в edit mode и смотрим. Тройка на нампаде. Вы видите, что кости у нас вот эти установлены именно на размер этой ноги. Вот именно размера сапога. И вот где у него грань. Получается, эту грань нам нужно будет перевести к этой ноге и выкрутить именно так эту косточку, чтобы она привязалась. Ну, это ровно ноги стоят, а у этого вывернуты. Значит, нужно всю стопу выворачивать и уменьшать именно до размера значит, нашей этой ноги. Ну, так как-то. Опять же, руки нам нужно иметь персонажа именно вот под этот изгиб рук. Если этого не будет, руки будут тоже растянуты. Ну, в принципе, если с руками еще как-то можно будет побороться, где-то кости увеличить, уменьшить, ну, будет другой косяк. Допустим, у вас качок, а вы ставите эти кости на дохляка и тоже будут проблемы. Значит, персонажи должны более-менее соответствовать какой-то объему. Что еще может произойти? давайте начнем менять. А, еще анимация прописана как на левую сторону, так и на правую. Значит, нужно менять и левую, и правую сторону. Не прокатит такая штука. Удалить, допустим, одну сторону и выставить одну, а потом отзеркали. Риг меняется полностью. Так, ну, панали. Еще вот в каком ключе, если вот я пользуюсь именно в принципе одними и теми же кистями рук, я их то надуваю, то что-то где-то им меняю, но руки они в Африке значит руки, да, размер меняю, там, вытянутость пальцев, ну, а в принципе изгиб у меня один. Если у вас прямые пальцы, то здесь уже у вас опять же будет косяк. Именно с какой частью, что здесь вам нужно будет выравнивать каждую косточку. Если вы где-то чуть-чуть не подгадаетесь, то палец тоже может вести. Это надо будет потом сидеть и шлифовать этот риг, каждую косточку подгадывать. Начнем значит с размера ног. Выберем сначала выберем вот эти кости и смотрим где они заканчиваются. Опять же вы видите в миксамовском риге нижняя часть вот она косточка отбивает сапог сразу персонажа не удаляйте. А эта часть значит уже значит идет по костяшке сверху. Вот эти моменты тоже нужно ловить. Вот вот здесь идет полоса. Значит по другому персонажу точно там же должна проходить приблизительно полоса. Так Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Так Лучше это стереть наверно. Так Намов Ну погнали попробуем все-таки что получится. Все это реально но будут конечно у вас косяки. Так сначала делаем вот такую штуку. выбираем как бы одну ногу да вот раз это косточка центральная сейчас мы ее тоже будем отдельно регулировать и смотрим значит сапог большой значит нам нужно вот эти кости сразу тройка на нампаде S уменьшаем 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 до размера нашего вот этого персонажа и смотрим где установлена эта кость перекручиваем значит ее R по нашей другой ноге смотрим так откуда она начинается это все нужно поначалу приметить вот в принципе низ мы поймали вот а верх мы потом можем еще дорегулировать так так что это не проблема вот она где-то по щиколотке должна идти значит выбираем щелчок снимаем выделение выбираем наши эти кости тройка на нампаде можно поставить прозрачность чтобы видеть нашего персонажа и значит эти кости мы ставим на эту щиколотку вот как-то в принципе так это вот все дело пока значит эти кости тоже уменьшаем S до определенного размера так Ctrl Z опять же вместе с этими костями потому что если мы эти кости вместе с этой не уменьшим вот эта часть будет неадекватно работать на щиколотке S уменьшаем G опять же подводим к нашему персонажу смотрим что да как и перекручиваем по вот этой уже R ноге где-то G ну опять же у нас нога видите тут ровная сапоги ровные а здесь форма у нас изменена возможно будет косяк еще по по этой значит по этому вопросу так теперь нам понадобится только вот эти косточки и здесь мы их попробуем уже поднять до щиколотки в принципе щиколотка да здесь вот тройка на нам и смотрим чтобы эти кости здесь у нас совпали и видите эти больше значит нужно уменьшать эти кости по соседним костям вот теперь выбираем вот эти косточки тройка на нам паде и уменьшаем уже их G и подставляем модель симметричная подставляем значит по тем костям стараемся их выровнять чтобы они прям идеально совпали так теперь у нас меняется колено колено мы выбираем два колена значит и где она тут в принципе попала да в принципе да так тройка на нам паде это G приподнимаем и уводим чуть-чуть вперед после изгиб у нас в другую сторону так с набедренными опять же смотрим набедренные вот эти кости так эту вбок уводим по ноге нашего персонажа и эту возможно нужно будет увести вбок так единица на нам паде выбираем полностью руку именно полностью так тут возможно у вас появятся какие-то косточки о которых вы не знаете лучше выбрать все это значит у него по персонажу смотрим держит шею значит у следующего персонажа эта косточка должна быть тоже на шее сбрасываем если что-то не нужно выбрано это shift левая кнопка мыши теперь английская s и вот здесь возможно с руками будет косяк потому что желательно чтобы ну как бы вниз это все дело уходило вот теперь я если буду подставлять к нашему персонажу он и длинней и значит r g так здесь нужно добавить перекрутку и в принципе повторюсь что я пользуюсь одними и одними и теми же кистями руки поэтому вы видите что я раз подогнал и в принципе у меня все зашибись вот оно но видите в чем еще косяк мы здесь подставляем косточки вот эти еще доводку делаем значит перекрутку g и здесь нужно так еще нужно сделать r там побольше раз и g увести по пальцам все это дело поймать тут вот еще выкружка чуть в эту сторону просто палец вы видите что ушел так теперь что еще можно сделать но опять же смотрим на соседнюю руку как здесь пальцы установлены это так мизинец видите он прям четко должен находиться по костям значит мы s прибавляем и g еще еще раз уводим вот теперь вроде бы попал вот с этим тоже возможны косяки там нужно прям хорошо выравнивать так теперь что еще теперь нам нужно выбрать вот эти кости вместе с локтевой чтобы локтевая кость постоянно двигалась вот с этой частью так единица нам паде делаем g вот теперь у нас все это отлипает есть good ну тогда попробуем выбрать и эту кость тогда делаем r ctrl z ctrl z делаем r делаем g и подводим к нашему персонажу делаем s g этой косточки alt g alt r здесь она не работает да вот я ее уже неправильно взял значит зацепил соседней это не надо делать так вот эту не зацепляем так возможно а ну-ка попробуем как он будет работать если с этой взять косточкой ага не катит руку менять нам нельзя значит получается g делаем r и тут на кисти руки именно двойная кость стоит вот мы и узнали да так заново выбираем сбиваем это все дело ну такие вот нюансы будут попадать не без этого потому потому что тут настройка некоторых ригов идет внутренняя кость там ну это кто делал разные штукенцы с костями тот это дело уже наверное поймет значит так мне нужно опять это все дело подставить аккуратно правильно а потом когда я удалю персонажа я уже подкорректирую локоть вот так так той же самой байдой займемся и здесь значит это g так ctrl z выбираем полностью значит нашу руку с ключицей и вот с этой косточкой делаем значит s делаем r и подставляем значит к этой руке так это g вот так теперь выбираем эти кости так ну плюс минус потом еще сейчас подкорректирую делаем r делаем g и смотрим выравниваем пусть она пока ровно так но это где-то вот сюда она должна уйти но это я уже когда удалю персонажа попробую все это дело значит подкорректировать уже по той руке так это что у нас получается значит r делаем g делаем r и вот нужно эти пальцы прям хорошо поймать в принципе поймал ну тут не суть вопроса просто чтобы посмотреть как это все дело будет привязываться да ну то же самое вы делаете значит выбираете глаза я глаза пока удалю не хочу я с ними париться вот выбираем значит челюсть и нам нужно его передвинуть вот эту всю штуку теперь на этого персонажа но здесь уже попроще здесь делаем r делаем перекрутку и меняем значит расположение кости по челюсти где-то ее уменьшаем потому что это уже мои кости к миксамовскому ригу я добавлял как ну подрихли лица да и рот я сейчас выставлю когда удалю персонажа так заходим в object mode отключаем всю эту штукенцию значит delete delete сашу улетел смотрим по ногам смотрим по верхам так теперь заходим в edit mode выбираем значит привязку вот этих костей подмышки еще раз повторюсь что кости кости вот эти да ни одни не удаляем потому что на них уже есть анимация так теперь значит g это у нас вот вы видите что ключица не меняем ей изгиб а просто переводим наши вот эти кости допустим вот сюда g подгоняем по плечу так этим можно костям сделать s допустим g и подогнать где-то к шее ну плюс минус так разберемся с локтем выбираем косточку и локтевую и вот это все дело значит перетягиваем на локоть следующая кость корректируется вот это на локоть и прям ее ровненько подсобачиваем так изгибы смотрим чтоб нормальный был изгиб а то рука не будет гнуться так ну а здесь можно попробовать значит вот так вот раз а ну-ка о вот таким вот образом меняет тоже она меняет да так кости рта тут вот единственное еще за что хотелось сказать что у персонажа не было анимации лица если присутствует анимация лица там будет еще посложнее потому что опять же вы видели что один персонаж толстый один тонкий и в принципе попасть точно по вот этим вот костям возможно не получится так это значит заводим щелку и вот эту кость так а это кость вывернута вы видите что теперь нужно менять еще наклон по губе подгонять где-то губу ну словом вот такая штукенция так что у нас тут получается выбираем две косточки опускаем их прям вниз присобачиваем губе так теперь у нас получается эта кость должна сделать R и G стать на свое допустим нужное нам место ну и эту косточку тоже допустим R G подставляем как положено в рот и так аккуратно их тоже чтобы они входили в меш так боковая кость заходит у щеку и делаем ей под выверт допустим раз G чтобы она ушла чуть-чуть в бок так эту косточку тоже корректируем R G R так ну смотрим теперь какие вылезут косяки а косяки по любасу должны сейчас вылезти потому что потом эту значит так это у нас так да двигаем G надо вот еще однообразно это все дело делать чтобы потом косточки более-менее были на одинаковых местах так смотрим что тут не так и корректируем еще эту лапу ну а теперь посмотрим что получится выбираем нашего персонажа без шмоток и попробуем Ctrl-P White Automatic Widget перевязать вот за что я вам и сказал что теперь RIG рассчитан под эту штуку а у персонажа руки задраны кверху вот и теперь вот эти кости будут на месте вот сейчас я вам покажу как они работают да так скрою вот эти штукенции там волос английская H майка H сапоги H если ноги видите тоже ноги перекрутились потому что если бы был мой RIG допустим я бы его легко привязал значит к другому персонажу но я специально взял Миксамовский RIG чтобы вы все косяки увидели с моим RIG вот это ну как таких бы косяков не вылезло потому что во первых я не видел не вижу где должны быть вот эти вот конкретно косточки видите как их поискорежило теперь нужно подгонять и персонажу персонажу нужно было вот ставить другой RIG ну хотя бы на руки и руки опустить именно вот под этим углом тогда бы все это дело нормально привязалось и так есть вот у меня на канале значит вот такой вот ролик где за место скелета лошади это уже готовая анимация меня попросили заменить RIG вот этот не RIG как его модель на настоящую лошадь и получается получается что у нас тут вот вы видите в какой позе была изначально лошадь мне пришлось значит подогнать именно позу вот вот это значит лошади вот под эту под эту значит под этот скелет и в принципе после третьей четвертой привязки после изменения значит костей вот видите лошадь приняла эти кости и никакой деформации за исключением сейчас посмотрим вот вы видите что здесь происходит деформация копыта вот здесь да и потом я корректирую значит эти кости и копыта у меня значит выравнивается рик задница вы видите тоже исказилась мне пришлось тоже там поизъеживаться но это дело тоже было исправлено и сейчас я вам покажу в принципе что получилось в конце и так видите что задница нормально чуть чуть вот еще искривлены конечно передние конечности у одной лапы вторая уже более лучше загиб хороший голова не искажается и минус в чем что здесь на хвосте нету анимации здесь хвост другой и анимация просто здесь не работает и также вот какая-то часть тут отлетела ну которая не привязалась это отдельные меши и вот какая-то часть которую можно найти и ударить было ну конечно да далеко до идеала но в принципе лошадь бежит тело адекватное голова адекватная здесь уже можно переписать анимацию подкорректировать и все нормально и так вот еще у меня канал где значит делаю мультфильм все еще делаю здесь вот по настройкам значит кисти руки как вставлять риги в метлу в ведро потом риг по персонажу бармен по инвалиду и значит что я вам хотел показать здесь я делал анимацию делал копию подставлял значит своего персонажа со своим ригом к другому персонажу с ригом и просто значит копировал анимацию сейчас если найду я забыл так это по-моему робинзон круза на корабле так вот на этом так на этом ролике сейчас я вам покажу что да как ссылку оставлю в описании вот есть значит мой персонаж с моими костями я использую значит анимацию с ригом миксама и подставляю вот эту анимацию значит копирую анимацию с другого персонажа вот таким образом риг не преобразован а просто по-моему да я значит отключил ему кости и просто по персонажу вставляю выкручиваю руки копирую вот моя голова чуть ближе мне сейчас нужно скелет перетянуть чуть подальше чтобы выровнялись все детали перекрутки и в итоге получается тоже неплохая анимация так тут еще по ригам я выложу полностью значит ссылки на эти ролики возможно они вам пригодятся ну давайте в конце скажу что можно да есть варианты подогнать эти косточки да придется помутиться но в принципе это реальное все всем пока до свидания я